Привет, с вами Андрей, наш Этерпиксель Dungeon, прохождение войны. Собственно, это очищаем. Поехали. Мало говоря, что мы ощущаем еще смертельную опасность, и посмотрим, насколько нам будет. Так, с первого удара, начало хорошее. Тут важно не торопиться, потому что большинство боев у вас могут закончиться, даже не начавшись. Вот эти три двери, они шикарные, потому что большинство врагов можно убить именно в них. Змея, надо ее разбудить. Ее убрали. Много травы, гнусномох, это у нас, собственно, яд, так называемое, растение. Две штуки даже. И, собственно, скорополох, это ускорение ваше. Взяли, ускорение из него делается, если их собрать три. Собственно, все крысы у нас побежали. Давайте покатаем крыс. Мы видим, собственно, змею. Давайте ее подождем. По понятным причинам она уклонится, потому что змея очень высокий шанс на уклонение имеет. Обратите внимание, сколько урона получили уже. Очень плохо. Это гига-крыса. Так называемый чемпион. С ним драться тот еще мазохизм. Поэтому мы не будем. Собственно, нашли немножко камней. Что неплохо. У нас также присутствует три хрустальных ключа. Давайте пробежимся. Это, собственно, грозовая лоза. Это у нас так называемая левитация. Будущее. Тут нам предлагают на выбор либо зелья неопознанные, либо, собственно, свитки. Давайте возьмем свитки. Потому что, во-первых, мы них луна толком не знаем. А свитки, во-вторых, просто полезнее. Ну, не всегда полезнее свитки. Иногда может быть зелья полезнее. Но мы возьмем именно их. Собственно, первый уровень, но мы не получили второй. Что очень плохо. Нам бы еще кого-нибудь убить. Из мобов. Если бы, конечно, чемпиона не было, вообще было бы шикарно. Давайте попробуем убить чемпиона. Для этого используем... Он будет очень больно убить. Поэтому нам стоит готовиться к большому количеству урона. Либо урон, собственно, либо еду. Давайте возьмем еду. Переходим на второй уровень. Карл и Юрий нам говорят, что нам надо внимательно смотреть под ноги. Внимательно смотреть под ноги, это означает то, что вам большое количество ловушек на текущем уровне будет. Поэтому вам нужно быть аккуратнее и лучше лишний раз прозванивать полы через поиск. Наш персонаж подгладался. Собственно, по ловушкам. Это, собственно, электричество. Это овечья ловушка. Электричество опасное. Оно вас парализует. Овечье, оно безопасное. Бекан, свиток непонятный. Телепортирующий. Она вас даже может спасти. В какой-то момент. Рыболовное копье. Метательное оружие, которое используется для наступления. Я удивлен, что алхимик не закрытый. Но, как-никак, алхимик не закрыт. У нас, в общем, огромное количество зелий. Нам придется их пить, скорее всего, сейчас. Поэтому давайте вместе с вами их выпьем. Но, опять же, для начала нужно исследовать весь уровень. Почему? Потому что могут быть уровневые зелья. Как объяснить? Уровневые. Ну да, уровневые зелья, уровневые свитки, которые именно по уровню идут у вас. И поэтому очень важно, чтобы вы пили именно их, когда уже поймете весь полностью уровень. В идеале прожать карту для этого. Подождем. Крысу. Собственно, у нас есть ключ железный. Давайте откроем. Я рекомендую выбирать именно запертый сундук в самом начале. Потому что зельев и книг у вас очень много. Засохшая роза. Не самый полезный артефакт. Но он не активируется до тех пор, пока, скажем так, он не будет бесполезен. До тех пор, пока вы не выполните квест. Не выполните квест. Призрака на эту розу. Поэтому как-то так. Круговая, скорее всего, комната. Да. Очевидно. Давайте прогуляемся вниз. У нас, конечно, проголодался. Собственно, жертвенный огонь. Можно здесь получить какой-то проклятый предмет. Давайте получим. Я надеюсь, змея на нас согреться. Это вдохновленный чемпион. Не факт, что мы его здесь убьем. Но все-таки попытаемся. Вдохновленный чемпион, чем опасен, у него очень много урона можно получить от него. Топор упрямства. Проклятие такое себе. Но все-таки это лучше, чем ничего. Поэтому обратите внимание, единичка урона была. Прям смешно. Так. Наш персонаж скоро проголодается. Топор упрямства, понятное дело, проклятый. Нам в идеале пропить зелье. Давайте вместе с вами их пропьем. Что я рекомендую в первую очередь. А, ну давайте посмотрим вообще в целом уровень. Посмотрели в целом уровень. Где все открыто, не открыто. Ну так, чтобы отдалили карту, посмотрели. Убедились в том, что, как говорится, ничего такого вас не может убить. Имеется в виду, ничего вы не забыли. Обратите внимание, сколько урона у меня вытянут. На самом деле это нормально. 15 хп. Давайте прокачаем провокатора. Дополнительный урон при разрушении брони. Разрушение щита, если быть точным. У нас присутствует, кстати говоря, свиток. Получается опознание. Давайте вместе с вами забежим. И свиток опознания бафнем на свиток предсказания. Это стоит 6. Давайте это сделаем. Нам опознали некоторые свитки. Кольцо. Два кольца и ускорение. Ну, кольца хорошо, ускорение не особо. Ускорение, обратите внимание, у нас опозналось. А теперь, чтобы выпить зелье... Давайте перейдем на первую. Обратите внимание, нам не дали. Ну, видимо, 30% у нас должно быть быть меньше хп. Собственно, телепортирующая ловушка. Можно было бы, конечно, телепортировать что-то, но нам нет смысла. Подождем крысу. Собственно, активируем стой. Активируем первое зелье. Это сила. Отлично. В принципе, остальные нам не актуальны. Теперь наша задача найти свиток... Получается, снятие чар. И также найти свиток улучшения. Поэтому давайте по порядку. У нас есть... А у нас есть еще интуиция. Как вариант, можно попробовать интуицию прожать. Давайте прожмем интуицию на первый свиток. Мы не угадали. Собственно, а на второй... Мы не угадали. Ну, замечательно. То есть, вы видите, первые два свитка, это не свитки улучшения. То есть, мы можем двигаться дальше. Эта зеркальная копия, она не самая полезная. Но зеркальная копия грейджиная версия, она более полезная. Особенно, если у вас персонаж очень сильно прокачан. Но она, опять же, может отманку сделать. Что очень-очень полезно. Читаем этот, и получаем свиток улучшения у нас в единичном экземпляре. Собственно, мы получили плюс один. А также, в идеале, читаем еще два свитка. Нам говорят про превращение предмета. А, в принципе, можно попробовать превратить розу в что-то другое. Талисман... Талисман... Ну, талисман в целом неплох. Роза, конечно, тоже была бы неплохой. Но талисман лучше. Вот. Теперь попробуем снять... А, это карта. Ну, собственно, я думал, снять проклятие будет. Но у нас карта. Как-то так. Двигаемся дальше, на следующий уровень. По дороге можно и мобов зацепить. Если они появятся. Нам подсказывают, что немало тайников на текущем уровне. Соответственно, много скрытых дверей. Это у нас змея. Антимагическая змея. Антимагический чемпион, на самом деле. Чтобы ее убить, ее нужно бить только физой и с неожиданной атаки. Потому что змея имеет очень высокий шанс упланиться от ударов. А из-за того, что она еще и чемпион, она наладит дополнительный урон. Нас зажали, как вы видите, что очень плохо. Для нас. Но все-таки мы пока держимся. Давайте убьем крысу. Убьем летающую. Рой мух. Мы видим, собственно, зелье. Это зелье исцеления. Давайте его заберем. Кстати говоря, я и вам не рассказал. Самое важное. В самом начале очень важно прочитать, что воин опознает автоматически. Это свиток опознания, зелье исцеления и свиток ярости. То есть мы это уже изначально знаем. Соответственно, исцеление нам искать не стоит. Мы уже его изначально знаем. Собственно, забираем рацион пищи. Нашли звезда цвет. Это одна из самых полезных семечек. И самых в то же время редких семечек. Потому что звезда цвет. Также нашли огнецвет и ледяную лилию. Что касаемо огнецвета, это, я думаю, понятно, что это огонь. Огонь по площади. Если вы его посадите, и кто-то из врагов наступит на него, либо вы сами его активируете, придавив любым предметом, то огонь распространится. Собственно, присутствует мимик. И присутствует краб. Давайте попробуем забить краба. Отступим от него. Собственно, крыса. Давайте крысу будем бить неожиданной атакой. Надеюсь, она догадается, что у нас за нами идти. Собственно, присутствует мимик. А что касаемо мимика, нам бы в идеале его сагарить. Первую атаку от мимика его неожиданной атаки не стоит получать. Поэтому мимика стоит сагарить. Давайте его бросим. Мимика сагрили. Просто ждем. Собственно, забрали мимика, нам выдали копье. Копье, в принципе, хорошая вещь. Оно позволяет вам рыбачить. Как бы смешно ни звучало. У нас присутствует коричневое изделие. Коричневое изделие пока непонятно, куда идет. Расклад не очень хороший, потому что за нами краб. Нам важно не ударить муху раньше времени. Почему не ударить? Потому что она размножится, и она вас толпой просто запинает. Особенно если муха пролецирующая, она вас 100% запинает толпой. Качаем интуицию ветерана на плюс два. Потому что нам важно знать про свою экипировку все. Обратите внимание, у нас пытаются зажать. А это, собственно, вдохновленный чемпион. У него очень высокий шанс уклониться от атаки. От моей. Соответственно, наша задача просто от этого чемпиона избавить. По возможности. Учитывая то, что это змея, у нее не так много хп, но очень высокое уклонение. Нужно, значит, просто ее один раз ударить. Что касаемо текущих мобов. Здесь присутствуют могилки. Могилки стоит открывать. Их в идеале бить магическим уроном. Потому что призраки так же, как и змеи, преклоняются от урона. Призрака пока пропускаем. Подошли к призраку. Забрали призрака класс. И он почему-то не исчезает, зараза. Ждем, пока триксер к нам подползет. Мы, в принципе, весь уровень практически исследовали. У нас тут рыбалка. Опять же, обратите внимание. Нам обязательно можно порыбачить. Для этого нам нужно использовать невидимость. Но для этого нам ее нужно найти для начала. Собственно, триксер. Триксер сам себя сейчас убьет. Поэтому давайте ему дадим такую возможность. А как убить триксера? Ваша задача зажать его в углу. Так, чтобы он не мог... А триксер в милишном бою вас бить не будет. Соответственно, в этом его слабость. Если вы его зажмете, так что он поймет, что он дальше не может идти, то он просто будет из стороны в сторону бегать и пытаться от вас убежать. Нам нужно, в принципе, вкачать броню, если есть броня. У нас оружие на 12-й тир 100% присутствует. Нам нужна броня. Ну вот, либо кнут. Блин, ну выбор, конечно, честно говоря, интересный. Кнут нам тоже нужен. Но, опять же, он 14-й. Даже если там будет зачарование плюс 1, оно будет 13-е, мы не сможем одеть кнут, потому что для нас он будет слишком тяжелый. А вот броня для нас будет актуальна. Но, опять же, она тоже, скорее всего, будет очень тяжела для нас. Но все-таки... Давайте заберем броню и фиг бы с ним. Кольчужная броня, но она 14-я, она бесполезна. И тут нужно было брать кнут, наверное. У нас должно присутствовать в инвентаре. Давайте посмотрим, открыли ли мы всю локацию или нет. Мы не все еще открыли локацию. Я просто хотел порыбачить. Давайте покатаем этого гнола. Самое странное, что у нас урон просел. Ну, это, скорее всего, от уровня, потому что от подземелья зависит. Чем высший уровень подземелья, тем его сильнее мобы присутствующие. Забиваем мух. Получили левелап. Забрали всех мух. Прокачаем интуицию ветерана для того, чтобы использовать экипированное снаряжение. Активируем две могилы одновременно. Мы не сможем его... Мы будем постоянно промахиваться, поэтому просто... Учитывая то, что он неожиданно атаку пропустил, то мы просто ждем. В идеале призерков убивать либо магией, либо в дверях. Он нам дал непознанный свиток и золото. Нам, в принципе, непознанный свиток, конечно же, подойдет. Нам выдали ключ. И как раз тут рядом с ключом присутствует дверь. Давайте используем, откроем дверь. Это алхимик. Алхимик – это хорошо. Вот. Нам бы, в идеале, конечно, копье одеть, но я боюсь, что она проклякая будет. Потому что мне очень часто попадаются проклятые вещи. Собственно, змея. Ее бить надо неожиданной атакой в дверях в основном. Это можно реализовать. Либо с помощью магии, если у вас нет возможности. Магия подойдет как в одну, так и по площади. Собственно, краб. Деремся с ним, размениваясь. От краба убежать у вас не получится. Он имеет скорость плюс один. Соответственно, вы от него просто не сможете убежать, как бы вы ни пытались. По крайней мере, на начале. Но, возможно, в будущем, когда вы прокачаетесь немножко, у вас получится от него свалить. Как вариант. Но, опять же, у нас... Прожмем свиток. Это свиток, получается, ярости. Если я правильно помню. Давайте проверим по нашему общему количеству свитков. Ярость у нас открыта. Это было, получается, ужас. Нам нужно найти инвиз вместе с вами. Давайте попытаемся его найти. Опознание сгорит. Поэтому давайте его выкинем. Пьем зелье. Это невидимость. Собственно, наша задача пройти, забрать эта кольчужная броня. Да, надо было, конечно... Мы ее можем опознать. Давайте ее оденем. Она нолик. Для нас она бесполезна. Потому что у нас присутствуют уже две кольчужные брони. Рыбалка нам в идеале тоже сделать. Но мы пока нет возможности. Нам, конечно, лучше было бы к ней забрать. Но кто знал. Поэтому кривец призрака стоит проходить в последнюю очередь. Потому что вы должны будете определиться с тем, что вы, собственно, будете использовать. Вот. Вот две брони. Они, по сути, бесполезны. В идеале одеть кожанку. Но из-за того, что она может быть высокоуровневая, мы очень сильно подставимся. Нам проще быть, скажем так, менее... уязвимым. Но все-таки не получать лишний урон. Это вдохновленные чемпионы, вот я вижу. Вдохновленные чемпионы надо бить в основном в дверях. Потому что это вдохновленное чудо имеет свойство очень сильно уворачиваться. Мы получили еще одно копье. Огромное количество предметов для нас бесполезны. Кольчуги, потому что они, ну, скажем так, нолики. Соответственно, мы не знаем, что они из себя представляют. Мы еще одно копье нашли. Тоже не знаем, что оно из себя представляет. Мы видим еще одного краба. Давайте к нему подойдем. Как вы видите, тут огромное количество мобов. Если мы не отступим отсюда, нам просто очень много урона в лицо прилетит. И мы, скорее всего, проиграем. Поэтому наша задача отсюда отступать. Обратите внимание, у нас количество... Нам повезло, что оно промахнулось. Собственно, у нас плюс один уровень. Ну, в принципе, как вариант, можно прокачать плюс пять единиц перекуса. На самом деле, перекус не особо важен. Ну, на начале он вам очень сильно может помочь. Потому что пять хп на лейте это не особо много. Скажем так, я бы даже сказал, это очень-очень мало. Нашли еще один цветок улучшения. Хорошо. Собственно, видим. Забрали слизь, так называемую. Мага-розе это хороший очищающий предмет. Очень полезный. Рекомендую его использовать. Обратите внимание, количество здоровья очень резко упало у нас. Из-за того, что мы до сих пор не определились с оружием. И у нас нет силы. Мы нашли последнюю силу. Мы можем одевать доспех. Он у нас оказался не проклятый. Он у нас оказался на плюс. У нас, собственно, доспех на ноль. Мы его переквалифицировали. Плюс один. Какой вариант попробовать юзануть копье? Либо пытаться снять проклятие. Я не думаю, что мы что-то лучше найдем. Поэтому мы будем, скорее всего, сейчас на грифель начерчивать. Это вода, если не ошибаюсь. Резирование. Давайте посмотрим вместе с вами. Это вязкость. Вязкость, кстати, хорошо для танка. Для танкования урона она хорошо. Что делает вязкость? Вязкость вы не получаете весь урон сразу. А вы получаете его частями. Тем самым на начале очень сильно вам поможет именно вязкость. Давайте сагрим мимика. В идеале мимика... Раскайтить. Обратите внимание, у нас... Собственно, забили мимика. Он нам дал еще одно копье. И свиток. На самом деле, мимики очень полезные. В них, они, конечно, вашими врагами считаются. Но мимики, они чем хороши, они более профитные. В плане того, что с мимиков больше предмет впадает. В этом вопросе они, конечно, шикарны. Огромное количество копий у нас присутствует. Как вариант, попробуйте одеть одну из копий. Мы, собственно, ели копье. Не знаю, насколько оно сильное или слабо. Но у нас очень много предметов лишних. На самом деле, против босса нам не поможет копье. Против босса нам нужно будет использовать что-то другое, кроме копья. Давайте посмотрим еще раз карту. Алхимик у нас где присутствует? Давайте посмотрим эту информацию. Алхимик у нас на третьем и на втором уровне. Нам нужно вернуться на предыдущий уровень на Алхимик и загрейдить либо триньку себе, либо свиток опознания. Давайте на свиток опознания загрейдим. Найдем Алхимик, он, который рядом с нами находится. Грейд стоит 6 единиц энергии. Сделаем свиток предсказания и распознаем предметы. Ну, нам распознали зелье и свиток, собственно, который нам и нужен. Давайте посмотрим, есть ли они у нас. Да, у нас есть опыт. Для нас бесполезный в данный момент. У нас лучше также вот этот короткий меч на плюс 2 одеть на себя, посмотреть. Я понимаю, что он может быть проклятый, но все-таки. Меч проклятый. Давайте посмотрим, что это за проклятие на нем висит. Проклятие дружелюбия. Ну, нам, мне просто везет на это проклятие на самом деле. На деле талисман. Талисман позволяет вам опознавать приближающиеся ловушки. Очень полезная вещь на самом деле. Вот. Поэтому. Когда вам подсказывают, что вам стало не по себе, это говорит о том, что вам нужно искать. Талисман нужно на быстрый слог поставить. Где-то рядом с этим присутствует ловушка. И талисман ее видит. Нам бы в идеале все это перенести. Давайте все потихонечку начнем переносить. По три предмета. Собственно, бежим до перехода. Видим слизь. По понятным причинам мы снять меч не сможем. Проклятие дружелюбия, конечно, смешное проклятие. Но все-таки оно достаточно страшное. Оно вам в критический момент может очень-очень много урона нанести. Просто, например, тоже упрямство. Оно будет менее опасно. Потому что, да, вы, скажем так, меньше урона в какой-то момент нанесете. Но у вас не будет такого, что вы получаете этот урон. Муха. Собственно, из-за дружелюбия муха, конечно, будет жестковато. Мы знакомы с оружием. Мы его опознали. Это 12-й мей. Для нас он бесполезен. Потому что при возможности его нужно снимать. Давайте попробуем снять его. Это у нас не получилось его снять. Это у нас, если не ошибаюсь, было возмездие. А возмездие наносит нам урон. Также всем видимым целям. Проецирующий чемпион краб. Это просто финиш. Это очень много урона. Обратите внимание, проецирующий краб за нами не пошел. Смешно получилось, на самом деле. Я, честно говоря, думал, что он за нами пойдет. Нам все-таки лучше было одевать упрямство. Обратите внимание, мы не можем атаковать его. На нас висит очень-очень долгий дебаф. На ходах, наверное, на 10. Собственно, вот наш чудо-краб. Который мы только можем в милинике. Но вязкость все-таки делает свое дело. И мы смогли его потушить. Мы забрали, в принципе, все. Единственное, мы не забрали... Я тупанул, да? И знаете, в чем тупанул? Я тупанул в том, что мы могли забрать мясо с рыб. Но теперь уже не сможем. Потому что у нас нету этого возможности. По крайней мере, такой. Ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok